доброе утро участники телеграмм уже подписываются заходит ой даже вай фай появился прекрасно так все ставим сердечки кто в инстаграме сердечки ставим сегодня пришло огромное количество вопросов и мы посвятим наш эфир одному главному вопросу который ответит на много маленьких вопросов этот главный вопрос заключается в одном слове зачем вот можно теперь его немножко расширить зачем вы так себе усложняете жизнь зачем вы решаете так много второстепенных вопросов и не занимаетесь главными важными вопросами зачем вопросы есть которыми вы вообще занимаетесь и они думаете и боитесь ибо они вообще никогда не случатся в вашей жизни вот мы пройдемся как раз по многим таким вопросам когда вы задаете их то ясно что они второстепенные и вы пытаетесь прикрыть важная темы неважными да может я немножко прикрою чтобы было не так шумно хотя со свежим воздухом так сейчас немножко прикрою окошечком а то у меня будет услышать сейчас лучше же не тут уже закрыли нахожусь сейчас вене мы сидим с прекрасным видом и мансардными окнами с видом на исторически теперь открылась жека открою одно окно чтобы штуку выключить здесь окно закрываешь кондиционер включается да вот так лучше так как вопросов пришло огромное количество мы будем по некоторым блиц отвечать быстро ну чё жек начнем со мной рядом в студии находится мой муж евгений михалыч он будет меня перебивать потому что вопросов очень много и я погружаюсь иногда я даже буду иногда вставлять свою точку зрения а может даже не иногда очень часто поэтому терпите елене из ютуба я передаю горячий привет я слежу елен за вашим творчеством вот мне очень приятно что вы пациент как бы тоже следите за мной вот к вопросу зачем все началось с того что мы стали задавать себе этот вопрос именно после другого вопроса нашего читателя вашего читателя которая спросила темные двери и белый наличник нормально и белый плинтуса и белый плинтус и мы стали обсуждать как раз вопрос связи с этим зачем зачем темные темные двери и белый наличник в принципе это конечно возможно сделать и ничего страшного в этом нет и конечно у меня возникла масса сопутствующих вопросов какие вы планировали стены ну например бордовые допустим да коричневые двери и может быть вы белым наличником хотели что-то разделить указать но ведь я добавлю ведь любой цветовой акцент или или контраст это как композиционный прием как что фотографии что в интерьере который обязан что-то подчеркнуть даже предположил что например в случае если у вас семьи есть слабовидящий человек то белый плинтус переходящий в белый наличник двери он просто поможет ему ориентироваться пространстве лучше вопрос зачем если это нужно то конечно нужно а если вы если у вас идеально расставлены по планировке двери если они между собой симметрично если они правильно открываются туда куда нужно и и отвечает какой-то дизайнерской задумке или функционально часто дизайнерская задумка должна себе задавать вопрос зачем зачем венецианская штукатурка в панельки ну и даже даже пускай если эта панелька 2023 года позже зачем венецианская штукатурка лимонно-желтого цвета в доме 19 века которому недавно наблюдали да и чудовищно зеленого чаще особенно те кто хотят заниматься профессиональным дизайном тут много было вопросов как про профессию дизайнера задавайте вопрос зачем вы предлагаете это заказчику нужно ли это заказчику или это вам сейчас это это понятно потому что заказчик который сидит и у нас же такие случаи были когда заказчик особенно какой-то прагматичный этот муж убит а где же тут дизайн как же пацаны придут а входная группа не соответствует их представлениям а там нет главное и да очень много почему-то традиционно очень многих особенно у более старшего поколения внимание к тому что скажет в обществе как отнесутся к сосед друг мать и брат сватку и возникает вопрос вы для кого строить для себя вы строите или для каких-то посторонних людей вот начните с того что имейте смелость продвигать свою точку зрения даже если она потом окажется неправильно имейте смелость нести ответственность за эту точку зрения вот мне кажется что к этому надо приучать детей не перекладывать ответственность ни по какому вопросу ну вот ребенок там допустим я не буду одевать куртку мне холодно не будет я нормально хорошо все он идет он мерзнет и у него появляется какой-то опыт и ответственность за принятие решения также и здесь люди доросли до 40 до 50 лет а у них все виновата родители их не так воспитали или общество там что-то не дни додолой или им вам-то хорошо вы то вам-то легко особенно я получила огромное чаще улыбки ребят значит я должен принести свои извинения слушателям телеграм потому что я-то думал что у телеграм у нас достаточно такой разнообразный ну как не разнообразный а он немножечко закостенела такой традиционно вот это вот что скажу соседи а тут каким-то образом олин пост часть 3 завирусился в фейсбуке там какой-то немыслимой тут за 12 лет пост набрал там почти тысячу лайков обычно 15-20 и какой-то миллион каких-то комментариев и то ли это региональные особенности только то ли он специально значит показал этот пост социальной группе какой-то отдельный да и я я нашли не то что там страшно да но я впервые испытал как будто смешанное чувство тревоги от классовой ненависти люди возбуждаются на слово столовая их бесит их бесит они прямо говорят что вы тут со своими столовыми когда у нас экономическая ситуация и тому подобное и все не пошла вода горячая и они значит не примиримо там значит пишут 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 да для кого вы пишете таких как для какой социальной группы вы написали и все в таком духе то есть короче я впервые тут телеграмм это это какие-то вообще пушистые зайки поехали дальше давай значит быстренько у тебя есть тазик для замачивания одежды нет ребята меня тазика для замачивания одежды но это не значит что я не замачиваю одежду это значит что я в раковине могу что-то замочить вот буквально на пять минут там отбеливатель допустим но это отдельного тазика я не держу еще мы стараемся не просыпать на черной футболке яичницу но если пятно не отстирывается то либо химчистка либо на выброс вот кресла вне моды удобные какие не моды ушастые английские кресла очень удобно они здесь есть современные кресла удобные но вы знаете есть кресло известных дизайнеров есть которые стоят по 50 тысяч евро они как микро очень удобно есть кресла которые под вашу фигуру люди там разные и длина ног например высота посадки и надо под себя подбирать я бы не сказал что могу какую-то конкретное кресло прям выделить что вот в нем точно всем будет удобно нет конечно так разбить ты не боишься возраста как носится к дню рождения колью в дню рождению отношусь отношусь я потому что она родилась 6 января а 4 января родился пашка на старший да там потом 14 января моя мама и 15 января бабушка оли вот и если вы помните там есть еще рождество одно и второе есть новый год и в общем это тяжелое время на подарки я планирую вот уже сейчас вчера как раз мы обсудили мои подарки на день рождения послушайте день рождения это не более чем дату но представьте что население не умело посчитать какая разница сколько вы прожили вопрос не сколько вы прожили а сколько счастливых вдохов вы делаете жить хочется хорошо в любом возрасте в 20 в 75 45 в любом возрасте хочется жить качественно и здорово так я бы сказала поэтому к возрасту я отношусь спокойно у меня нет какого-то прямо беспокойство что мне уже там 47 скоро 48 там а кому-то 58 я вижу сейчас кстати инстаграм в этом плане массу примеров когда люди очень счастливы хорошо выглядят и в 60 и 80 и это для нас с вами наверное может служить ориентиром поэтому я считаю что выдыхайте и акцентируйтесь не на возрасте а насколько счастливы вы проживаете сегодняшний день это самое вот это как раз вопрос зачем зачем думать о том сколько тебе лет когда правильнее задать вопрос насколько счастливы я сегодня живу я хочу напомнить у нас блиц а извини все пишу что ничего себе первый раз встречаю мужчину который помните дни рождения ребят написать какая-то какая-то боль в кавычках да ну как же нет не помнить их они во-первых ну и если посерьезно но это же самые близкие люди ну ну что зайчики зайчики так если клиент молчун разговаривать или не тревожить ну вопрос скорее всего дизайнер с людьми надо разговаривать особенно если вы ему какую-то должны предоставить услугу услуга должна быть максимально качественные надо конечно его разговаривать и уметь с ним надо разговаривать и очень многие вещи люди скрывают и они долго смотрят на вас и думать могут они вам довериться или не могут иногда им кажется что в каких-то вещах им признаться неудобно и вот они могут отметать и это и второе третье а вы если вы не разговаривали вы даже не понимаете почему человек с чем-то не согласен и потому что вы никак не угадываете не попадаете вот в его внутреннее звучание о котором он вам не говорит поэтому разговаривать надо но еще надо разбираться в людях самому вот иногда основная задача любого человека работающего с людьми это выявление истинных потребностей потому что именно истинных они потому что любой покупатель в этом ну есть конечно же профессиональные тренинги с которыми работают там крупные корпорации у которых большая текучка кадров они просто натаскивают своих продавцов на на какие-то определенные с дизайнерами психологами и с людьми работающими вот конкретно по живому с ними там такими алгоритмами не получается но но все равно ну ребят вы понимаете для того чтобы продать там условный бмв фул да за 26 миллионов рублей надо все-таки человека этого распознать и убедить его эти деньги заплатить вообще я считаю что для 100 процентов наших слушателей неважно в какой вы находитесь профессии надо учиться разбираться в людях разбираться в их истинных мотивах во первых вы будете меньше конфликтовать потому что вы будете понимать что ведет человека к этому требуем ну например у меня был такой заказчик да я я хочу вот я хочу там трехэтажный дом то-то да все думаю почему он хочет трехэтажный дом не дает нам это сделать надо это да он устал от семьи вот он устал от семьи ему нужен кабинет с желательно еще с отдельным входом и если ты быстро считываешь это и находишь ответ для его местоположения этого кабинета то есть отвечаешь на его внутренний запрос то очень легко потом его уговорить отказаться от трех этажей уговорить от каких-то нелепых решений потому что показал ему более дорогу короткую к его цели это очень важно в общениях с вашими супругами и с вашими детьми например дети если вы хорошо разбираетесь своем ребенке или там чужих детях неважно вот вы чувствуете у меня это натасканность да я себя уже натаскал и чувствую ребенок может задать какой-то иносказательный вопрос на самом деле прикрывая какой-то страх беспокойство там ну наш ребенок там задал вопрос мама мы можем на это вот мы потратили деньги а все ли хорошо а можем ли мы на это потратить деньги это его там не останемся ли мы бедными не останемся ли мы на улице да то есть вот эта утрата дома то есть я уже понимаю где у моего ребенка сейчас тревога в какой плоскости лежит тоже относится к взрослым людям и клиентам слушай ну вот есть шедевральный пример из твоей практики мне очень нравится да вот он еще плюс это ребята тем кто увлекается этими васту фэн-шуем и расположением кровати строго не ногами в дверь человек который опасался там подсознательно опасался покушения он не согласовывал ни один из вариантов которых по его мнению кровать может быть прострелена я приводил этот пример раньше это такое более яркие есть более к минут не ну выявить это тоже да ты предлагаешь предлагаешь а человек просто да там ты все вертишь эту кровать возле окна а ему вот как бы надо надо вообще другую комнату поэтому учитесь разбираться в людях и на этот счет есть прекрасные книги я вам их всех всем там рекомендовал читать перечитывать и главное использовать в своей ежедневной жизни иногда заказчиком действует вопрос прямую вот иногда надо прямо задать вопрос в лоб и людям иногда проще ответить не вот так вот а вот прямо по прямой то есть иногда откровенные вопросы очень даже хорошо даже с людьми которые очень обеспечены им никто такие вопросы до вас не задавал и вы очень но это если вы конечно профессионально и тактично в состоянии дальше продолжать беседу потому что можно такое узнать что тяжело держать лицо это тоже не все мы так нам написали что с нами смоленск киев давайте ребят поактивнее в общем ставьте пожалуйста лайки и пишите пожалуйста времени давайте напишите откуда вы нас смотрите потому что мы сейчас в вене я собираюсь ехать в грузию у нас большие вояжи тут мы по миру передвигаемся я думаю что у нас будет перерыв у эфиров да у нас будет перерыв эфиров чуть позже мы об этом скажем давай близ продолжим так поехали поехали бум 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 как отпустить любимую проданную квартиру как вы это делает хайфа шалом и москва и новосибирск еще прекрасные города все значит как отпустить любимую проданную квартиру есть только один способ вот он только один найти квартиру еще лучше и нет никакого другого варианта каждый следующий объект должен быть лучше предыдущего если он не лучше значит расставайтесь с этим объектом и переходите к более лучшему никакого другого способа нет если я видела массу людей у нас семье тоже такие примеры есть которые уехали там из центра москвы там 70-е годы когда-то там по переселению вот и уехали и так ничего и не сделали того чтобы вернуться в районы своего детства вот эта трагедия вот эта трагедия поэтому всегда ищите для себя самое лучшее место обитания и тогда у вас никогда не будет сожаления по поводу утраченных квартир я вам говорю это на своем личном примере потому что у меня была прекрасная квартира в детстве в которой я родилась я очень сожалела что я в ней не жила но когда мы переехали высотку на котельнической это в соседнем доме все сразу все сожаления меня прошли стала абсолютно счастлива так что как что-то делать когда ничего не хочется делать а нужен ремонт в квартире здесь только есть тоже один способ и очень простой надо потихонечку начать берем записную книжечку и пишем сегодня я выношу комод который мне давно мешает я его продаю очень разбираю по чуть-чуть начать разбирать барахло больше других вариантов нет не надо начинать ремонт с поиска строителей не надо начинать ремонт с обдумывать у нас нашли шедевральная твоя статья по поводу да есть в курсе есть в курсе по архитектуре есть в курсе про это есть там вообще на самом деле написано просто до любой любое изменение квартиры начинается с выноса мусора то самое что самое что самое дешевое какой самый дешевый ремонт это купите мусорные мешки и начать их выносить и все по чуть-чуть если сил нету то по чуть-чуть начните с одной полки 1 полка а если тяжело жить в квартире аура что ли тяжелая быть не хочется сделала ремонт все поменяла чувство негативное уезжать 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 это мы все с вами вот особенно женщины интуитивно чувствуем где нам плохо иногда мы не можем объяснить вот я когда просматриваю квартиры я вам много раз говорила я прямо чувствую что в этой квартире мне нужно быстрее уйти у меня бывает это в городах когда из этого города мне надо уехать почему ехать как можно скорее не будет сейчас называть эти места но они есть прямо покидайте вот мы даже сегодня же не обсуждали но это же это же то о чем ты говоришь постоянно что вы растяните негативное время нахождения в этом объекте на думать еще и на долги будут ремонт ваш стоит ваша вот эта несчастье несчастливая жизнь вот этих затраченных денег ремонт если вы внутри себя ощущаете дискомфорт и вам даже кажется что это место покинуть очень сложно напрягитесь все равно покинуть его нужно у вас вот это вот энергетическая батарейка если можно так и со с телефоном сравнить она не заряжается она будет стоять на нуле как только вы пребываете в город или вместо или в квартиру где у вас вы чувствуете радость просто радость и подъем значит это ваше место и денег заработает и квартире и он быстрее все это вот в таких местах и дети и мужья и рождаются все все хорошо у кошек шерсть волосы растут ногти ресницы даже без этого самого загибаются все беременеют сразу все получать двушка смертная 44 квадрата можно ли переделать под двух взрослых и детей это двушка хрущевка линейка туда можно ее переделать но есть нюанс нюанс очень простой будет безумно сложное согласование если вы находитесь в россии почему у нас был у нас недавно мы stories размещали девушка сделала сама после как сам сама после консультации после консультации сделала шедеврально сделала и и и кухню перенесла и сделала и детскую и спальню хорошую и гардеробная там было и все это двушка на три окна потому что эта консультация и с квартиры с линейкой вот с квартиры которая пашонка на две стороны ситуации несколько приходите на консультацию так как попасть в профсреду если не закончил школу детали надо ли стремиться в адд и это адд и это ассоциация дизайнеров в россии там какой-то пузырь вымышленный это вопросу зачем да это все уже неправильно говорит вопрос зачем я вот не состою ни в каких ассоциациях честно вот честно не посещаю никакие тусовки ну по крайней мере пока жила в россии тоже не посещала мне не интересно вот мне не интересная кого-то из дизайнеров много уважаемых я знаю мы пересекались на лекциях но ходить специально весь семья мне интересно дома мне интересно пойти просто по вот еще опять надо задать себе вопрос зачем вы хотите попасть попасть в профсреду вы хотите от нее получили ехать вот мне интересно обсуждать заказчиком квартиру мне вот тусовка с гремящей музыкой или там какая-то ассоциация где там я две должны что они делают и и в какой момент они встречаются с какой целью мне не интересно мне интересно занимается дизайном интерьеров и людьми все я этим занимаюсь вот это и стоит можно набросить что является приоритетом для нас на вопрос ребят все профессиональные образования которые не связаны с большими деньгами или с распилом этих больших денег они имеют только лишь некое такое ну как это ну вот как я как сказал вначале такой некий пузырь никому не нужны да и никому не мешающий потому что любые профессиональные дизайнерские организации ничего не решают они не решают не в структуре города они не решают не в архитектуре зданий и помещений потому что сейчас на рынке правит застройщик застройщик и чиновник застройщика денег в миллиарды раз больше чем даже у любой самый крутой ассоциации даже харти архитекторов она не сработала принято все 60 каком-то году она не сработала как портили города застройщики так и портят до сих пор представьте что эта ассоциация например могла бы повлиять допустим на нормы и правила по согласованию перепланировки никак а чем вы можете помочь а не тем ну и мусором а вынесем какой-то просто рассказать друг другу о трудностях работы а вопрос а зачем кому-то просто выгодно дату с вас финские взносы собрать или потом завтра приписать себе какой-то и плюс еще опять по попадания ребят я опять цинично очень скажу милые дизайки попадание в профессиональную среду которая формируется отдельными личностями или при или просто в среду формируем отдельными личностями ну это путь к неуспеху потому что мы все прекрасно помним этот как все дизайки стремились в этот несчастный журнал а д который закрылся и как целовали во все места этих главных редакторов да никчемных вот ну и все и все и где тут редактор где тут журнал да и а объекты ваши да ну вот есть заказчики делайте шедевральные объекты у вас увидим 1 был один вопрос который меня сразил а можно ли сразу вот без длительной работы выскочить до нуля в топ дизайнеров вот сразу ответ очень простой можно можно если ты за короткий период не знаю как сделаешь там 23 очень великих проекты шедевральных и даже может быть один он будет шедевральные сразу кто-то из опять же российских дизайнеров да когда спросили как вообще стать она сказала что за каждым дизайнером стоит очень крутой либо спонсор который ну то есть человек который спонсировал вот этот его объект в котором он реализовал если это если он один если он один ну например вот смотри там кто-то согласился вот этот дать денег карбюзе что тут построил дом с протекающей крышей и с воткнутыми в разными углами унитазами ну был же такой несчастный вопрос лишь вопрос лишь в том что на самом деле хорошим профессиональным дизайнером архитектором за месяц ты не станешь вот и все это большое это большой труд когда ты приобретаешь опыт в огромном количестве работы сфер это и инженерка и архитектура и колористика и и подборы когда ты просто должен много много смотреть и ошибаться видеть свои ошибки понимать что это неправильно и одномоментно опять же все думают что если ты зафигачил забор на потолок и рога над кроватью и стал дизайнером и тебя разместили вот в этом журнале который закрыли с рогами да тут и стал дизайнером не стал не стал поэтому это это большой кропотливый труд и как и в любой сфере там коллекционирование вообще как относишься равнодушно я не занимаюсь коллекционированием хотя с уважением отношусь это сказал человеку которого было в одном моменте 50 ламп это все ладно ладно я лампочки коллекционировала ну правда я люблю лампочки я хотела выглядеть лучше чем я есть но на самом деле коллекционирование но наверное если вам доставляет удовольствие но знаете всему есть предел лучше все-таки коллекция должна быть ограниченная и когда она дорастает до определенного момента то мне кажется что нужно эти коллекции делиться вот вчера мы проходили я обязательно опубликую музей медведей тэдди это не музей это просто магазин магазин который в котором есть две экспозиции медведей там этих медведей ну наверное несколько тысяч их очень много и вы знаете вот они такие лежат очень интересно я вам все фото эти выложу в stories of теле инстаграм и телеграм но знаете что печально игрушками должны играть дети и вот когда коллекция достигает там очень грустный хозяин такой и он я думаю что он и он сразу дается вернуть свое детство и он сдай он сразу сказал что медведи не продаются а мне кажется ну ты оставь себе какое-то количество там медведей в этой коллекции пусть они там будут знаковые какие-то важные но все остальные должны уйти к детям и снова обрести вторую жизнь третью жизнь четвертую медведи тэдди были придуманы для детей особенно сейчас они важны для детей которые утратили свой дом это важно вот поэтому коллекция это все-таки она должна служить людям а уж если это игрушки если это тэдди это точно не за стеклом вот я в этом глубоко уверена даже если вам очень хочется но сваленные в кучу игрушки они все-таки это печально даже если они очень ценные игрушки они для детей но я вам покажу это правда грустно на самом деле будет ли во время консультации клиенты которым что-то или все не нравится вы знаете я хочу сказать у меня не было еще такого случая чтобы во время консультации клиенту ничего не понравилось я допускаю что такое может со мной случиться но все-таки сказывается огромный опыт ребята консультации предшествует во-первых длительная подготовка достаточно длительная это может быть 3 5 может быть неделя потому что оля в это время изучает в том числе как бы профиль он изучает по по своему опыту на смотре насти она часто в этих буквах вот как я как я вижу часто в комментариях да негативный подтекст этих буквах так оля видит в ваших ваших вопросах она понимает и видит скрытые запросы ну я знаете как работаю я это кстати в порядке совета молодым дизайнерам я всегда не ленюсь делать несколько вариантов это бывает и два и три четыре столько сколько рождается на первый вариант я всегда делаю вариант по пожеланиям заказчиком простой понятный и все-таки отвечающий поэтому не может быть заказчику не понравилось ничего если один из его вариантов по сути его поэтому ну и все-таки опять же когда ты уже каким-то делом 25 лет занимаешься но было бы стыдно если я в этом не разбиралась я должна что я бы должна понимать за что я беру деньги я я я делаю свое знаю серый крема керамогранит пол на кухне можно ли покрасить в белую можно и даже нужно это нормально краска на керамогранит да можно есть только откройте технолог технологию купить хороший материал и покрасить менять видишь это нужно ли делать штукатурку по периметру перед обмером то есть это вопрос опять от дизайна то есть какой обмер точный до нанесения штукатурки либо после ну конечно надо делать перезамер по-хорошему но опять же смотря какая ситуация например если у меня гостиная в 50 квадратных метров и там запланировано обеденный стол и диван с креслами и у меня в стройке там не будет только отдельно стоящей мебель то перезамер делать не нужно потому что разница в полтора два там сантиметра она не не играет никакой роли а если вы собираетесь выстраиваете нишу туда будет встраиваться кухня или какие-то вещи заказные то конечно перезамер в обязательном порядке то есть если как бы отвечать вот именно дизайнеру я еще скажу как как администратор первый замер вы делаете сразу заключайте договор да и поэтому и по нему считаете уже а дальше когда нанесли или выстроили ниши там или или что-то обнаружила сделайте уже вот замер 2 и тем самым корректируется уже площадь заказчик просит рабочую документацию сколько чертежей может быть и начинающий дизайнер вот молодец вот человек молодец да у него же есть заказчик она уже денег у нее человека взяла да а что в проекте ну как бы как же вы договор то заключили вы должны были при заключении договора обсудить заказчиком что вы делаете но это вот по молодости как раз и делаешь такие ошибки может быть вы делаете маленький дизайн проект то есть у вас есть планировка розетки свет выключатели полы ну и допустим раскладка плитки и все а может быть вы делаете у заказчика там при точно вытяжная вентиляция вам нужно распланировать люки доступа размещение кондиционеров наличие там не знаю теплых полов вы проектируете не заморачивайтесь ну просто продайте заказчику кухню подороже и все хорошо на самом деле я это сарказм был чертежей по-хорошему нужно столько чтобы строитель я значит смотрите ребят вот я могу вам сделать что еще какой реверанс в сторону наших дорогих и уважаемых коллег профессионалов мы можем оказать сделать такой сена будет востребована я как вот сейчас спрашиваю надо вам это или нет стоит будь дорого я вам сразу скажу да мы можем вам продать ну не копию проекта да а состав проекта с теми чертежами которые делали только владимировна из пояснениями как что то есть то есть в принципе комплект комплект и всей документации по первому второму этапу но там на самом деле все равно вы должны вы должны хорошо понимать за что надо вам это надо вам это ли не тогда вы просто увидите вы будете увидите образцы чертежей вы увидите шрифты вы увидите мы мы сделаем это все даже формате атака что вы продаете вы например поля я сейчас говорил о том что мы сейчас можем оказать поддержку нашим коллегам в том чтобы предоставить им эту возможность купить знания за деньги хорошо у нас создады проекта вы должны все равно понимать проектируете ли вы например раковину или проектируете ли вы внутреннее наполнение шкафов или это делает подрядчик вы сами должны знать за что вы берете за на что кто-то готов купить вы можете на сайте вы написать форму связи мы об этом проговоримся так как перестать сравнивать себя с другими и видеть ценность своей жизни это все к вопросу зачем 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 вы сравниваете себя с другими сравнивайте себя с вчерашнего с работой знаете я даже это вижу всегда визуально я вам говорила в одном из эфиров что я вижу это в виде лестнице мне не важно кто по какой лестнице там слева и справа выше или ниже меня есть моя лестница по которой я поднимаюсь как перестать сравнивать как перестать сравнивать по сравните себя с собой прям возьмите себе за правило например вчера вот можно с одноклассниками себя сравнивать зачем вообще себя я просто тебе вот нет ни с кем не надо себя сравнить потому что это вы отталкиваетесь от своей на это ваш личностный рост да очень важно как вы работаете над собой вот вчера например не конкретно вчера я допустим вчера там в какой-то момент распускаешься начинаешь есть все подряд там и яичницу на 1 в обед суп там на ужин то еще что-то а потом на другой день ты считаешь нет я буду здорово питаться есть салаты там еще что-то и ты такой смотришь да я стал лучше чем вчера я стал здоровее я вот уже целый месяц держу допустим форму или там два месяца или уже три года я уже в таком состоянии да я молодец я там вешу столько же сколько и весело там 16 лет молодец молодец с чем я сравнила себя с собой классно выросла выросла или наоборот спустилась вниз там стало хуже а вот три года назад было а если сравнивать свои умения там например с мари ванной с годом себя да когда ты ел и и и и и какал да вот а часто и а часто на этом промежутке то еще как бы промежутки то еще и мыслишь например ну ребят но это просто бессмысленно в мире там восемь по моему миллиардов людей сейчас какой смысл у всех разные стартовые условия чем мы с вами коммунизм на самом-то деле да если ты думаешь что поднимаясь по какому-то сайт социальной лестнице ты куда-то вырастает куда ты попадаешь в среду оказывается там опять можно свихнуть голову и сравнивать себя с людьми там попал в среду да у тебя 110 метров да ну оказывается что люди со ста пятьюдесятю двумя стами метрами они намного круче и все это такой опа опа не пошло бессмысленность занятия и главное что она вас ни к чему не ведет да вы можете посмотреть соревнования как черт с ними выслушать это лжение соревнование это просто заработание денег ведь жизнь это такой это же тупой маркетинг тупой маркетинг вы сравниваете себя с собой и все время думаете о целесообразности ваших занятий сравнивать себя с мари ванны не нужно но если вас вдохновила какая-то женщина вот она была 150 килограмм а теперь она 50 и вас это вдохновило вот это круто у нас есть такая женщина которая у нас это минутка реклама да которая проводит какие-то онлайн 3 тренинги она там у него них уже сейчас я вам скажу я бы я посчитал этом стоит состою в группе тайна маринина не знает но общий вес сброшенного уже из этих всех участников уже достиг по моему 14 тонн всяко случаем хочу сказать где она кстати почему на него эфире у нас не знаю она сильно занята если вас что-то вдохновляет это одно а если вы начинаете сравнивать себя с кем-то это уже как ближе к зависти все вот эту зависть порекомендуйте отель центре петербурга ребят старая вена пересечения малой морской и гороховой гороховая дом 8 это вам нужно тот отель который около адмиралтейства они там есть еще один а вот это локация шикарнейшая завтраки шедевральные тетушки пекут такие там всякие мы их какой-то это очень скромный отель это не да ты там ничего такого вы не увидите там есть просто ощущение дореволюционной россии все я еду сделала вот именно за этим завтраки чудесные место для завтрака в самом месте кафе вот это это историческое место где и раньше находился ресторан ресторан вена он назывался и вот мы кстати приехали вену для нас это был знак поехали дальше минимализм избавления от старого приносят много нового для многих неподготовленных это очень неожиданно помнишь фильма знакомьтесь джо блэк когда герой брэда пита он значит пробовал ореховую эту пасту да помнишь он такой и он такой прислушивался к своим ощущениям вот минимализм и нет и это испытание этого нового это как раз наверное про то с каким удовольствием ты ешь ореховую пасту первый раз минимализм это про открывание качество жизни не в вещах а в ощущениях его эмоциях и впечатлениях минимализма это про то что ты акценты смещаешь на качество жизни они на раскладывание вещей вот в этом и есть наверное такой глубинный смысл когда ты открываешь в себе отвечаешь себе на вопрос что же есть счастье отчего ты с утра радуешься когда ты начинаешь прислушиваться к своим впечатлениям когда тебе хорошо когда тебе плохо минимализм это про то что у тебя появляется время силы и желания на детей на мужа на то чтобы даже на даже на ту же уборку потому что тебе доставляет удовольствие момент очищения головы или тела квартиры дома задач вот я очень люблю помимо всего прочего не только квартиру чистить да там вещи от вещей барахла избавляться но и избавляться от лишних дел так приятно не заниматься лишними делами то есть как очень полезно сосредоточиться на главном что ты прямо сразу чувствуешь качество жизни и когда иногда бывает он начинает по поводу чего-то переживать там или волноваться я говорю так давай посмотрим что у нас по главным сейчас мы обсудим эти взаимоотношения в семье мы перейдем к ним да так на ваш взгляд в браке оба равноправны или главный муж вот мы как раз жене даже проговариваем некоторые ваши вопросы когда супруги интеллектуально ну примерно сопоставимы друг с другом когда у них хорошие такие они растущие то есть когда супруги самодостаточны и могут жить даже не будучи супругами они самодостаточные счастливы то конечно когда они находятся в браке они равноправны и мы браке мы с тобой выработали сегодня даже 2 как бы вещи да ну на самом деле важные три параметра мы проговорили два первое это значит компромисс то есть обсуждение компромисс индивидуализм и компромисс то есть первый индивидуализм когда ты можешь когда тебе хорошо с самим собой можешь уйти гулять на 8 и никто не обидится ранее обидится 2 2 это компромисс когда вы обсуждаете глобальные либо не глобальные решения плюс и тысяча 3 сказала что естественное распределение ролей она все равно происходит потому что что-то получается у мужа гораздо лучше что-то гораздо лучше у жены и стал я вам скажу зачем вот вы если при наличии у меня в партнерах известного дизайнера какого лешего я должен заниматься цветом стен я делегировал вот это все полностью что я знаю или выбором дивана я могу там высказать свои пожелания чтобы ну например вот сейчас я сижу на антикварном кресле а сиденец это мне коротковато и у меня ноги затекают вот вот могу сказать что оль давай купим не диван чтобы вот он я там или хочу кресло с подставкой для ног например ну вот так же я не лезу в женины вопросы там организации бизнеса поездок там я могу только высказать общее пожелание я хочу туда да такой глобальный я хочу туда а как этого добиться то как я не занимаюсь этими вопросами какими-то такими тактическими вернемся еще к взаимоотношениям то что я читаю подряд как вы относитесь к покупке недвижимости в дубае и жизни в арабских эмиратах это вопрос опять зачем я в дубай было все побежали все наши там а я спрашиваю жизни а зачем вот вы должны понимать не в обиду арабам проживающим дуба это их родина да это их родина это не бизнес вы для них чужие чужие по вере по ментальности потому что вы набежали и задача для арабов сейчас воспользоваться про жителей арабских эмиратов извините до жителей арабских эмиратов воспользоваться ситуацией продать вам тут не ликвид который стоял 15 вот действительно ребят вот вы на самом-то деле все рассматриваете инвестиции в дубай как реальные инвестиции да вы посмотрите просто на более широкий график стоимости недвижимости вы видите что здесь с 2008 года была жесткая стагнация по стояли стояли целые небоскребы если уже таксисты занимаются инвестиции в недвижимость дубая то может не надо вам этим заниматься инвестировать нужно только по ту страну в которой вы можете в принципе жить и вам интересно туда ездить по делу или без дела и инвестировать имеет в ту смысл в ту страну которая вас привлекает всем вот вы например я видела там квартиру для женщины архитектора в ливане в ливане да она уроженка ливана она живет в ливане ей очень нравится и там она нашла какой-то невероятной красоты дома она там живет я даже где-то там публиковала видео там давно-давно правда это был но если вы умираете от жары вы понимаете что половиной времени посмотрите даже на углу максу смотрите сверху посмотрите на эту страну увидите да ну что там есть там лес какой-то лес клены дубы там я я не говорю не нравится торговый центр вот есть люди огромное есть и сейчас если опять же листать инстаграм это целая индустрия там походы покупки ежедневный шоппинг в торговом центре я видела такое в израиле там мамочки с утра у них такой отдых ты по улице не будешь к это же очень жарко они идут торговый центр это же мы говорим стиль жизни вот этот пищевой треугольник торговый центр торговый центр что-то покупает несут домой у них такой вот план потому что ты городом силу жары пользоваться не можешь ты можешь только находиться в кондиционированных помещениях поэтому вопрос тебе это интересно если интересно иди да инвестируй если это радует избавляет тебя и вообще и главные деньги пойдут и будет отличная инвестиция может можно люди люди открывают новый бизнес они начинают обслуживать и которые сорок пятой волне там через год после начала этих псевдоинвестиций да я просто про эти инвестиции и ездил туда вот с этой идеей инвестиций не моей меня только в качестве консультанта там 13 лет назад эта тема была но поверьте она уже устарела там 30 ищите рынке которые еще не захвачены не исследованы и тогда в первой волне вы снимете сливки а вы а в сорок первой волне вы не очень очень актуально сейчас я подскажу если вам нравится жаркие страны я читаю очень крутых таких людей да это отдельные районы египта в которых идет привет прямо жесточайшая новостройка вот и люди тут самое главное выскочить да то есть купить вот сейчас и продать через полгода наварившись 300 процентов ну то есть дождавшись того момента когда все остальные узнают про этот условный египет мне или африка вроде там некоторым удавалось заработать они заходили через три дня выходили это же вот например можно было отследить это вот есть такой мой любимый еще по боевую клубу такой надуваемый око нет ни око на данной на юго-западе там рядом с луначарского и в рамен вот этот вот эти вот раменки да там строились три дома и вот один из этих домов очень очень круто там продвигался прямо все там побежали закроем то что вид на канале за 1 канализационную станцию никого не интересовало я взял он посмотрел сколько там квартир продано было за или перепродано за первый год оказалось что 10 процентов квартир они пей были сразу перепроданы то есть это те инвесторы которые выскочили никто не покупал парковочные места значит люди не собирались там жить то есть люди надели что ну наверное там что-то сложилось да и наверное сейчас этот это джек а уже задвинутый там потому что уже этот самый но кто-то 900 квартир видимо я сейчас счастлива живу инвестировать надо туда и там и так чтобы даже если инвестиция не пошла вы получали от объекта просто удовольствие вот и все это все равно сложно это в качество жизни были на празднике свекровь была под випе под выпившей начала при всех наезжать на нашего сына почти четыре года сыну что он капризничает и нужно бить его значит по убить общем мы просто ушли с праздника как думаете как быть в такой ситуации правильно начала как быть а вы правильно встать уйти потому что есть вы же мама и вы папа и кто как не вы обязаны защищать вашего ребенка перед свекровью перед учителями перед друзьями иногда наглыми нахальными конечно вы поэтому вы поступили идеально встали и ушли и в следующий раз свекровь десять раз подумает газы делать такие заявления или нет а ребенок будет благодарен потому что вы его сейчас вы его защита в четыре года и и и любое вот это физическое наказание это всегда для него травма травма еще и прилюдная поэтому тем более четыре года и вот это в любом возрасте в общем пьяные одноклассницы в возрасте вот это вообще это самые страшные женщины какие-то 50-летние ну может там даже 40-летние да это просто поэтому а что вы молодец со свекровью держитесь если она да она конечно не будет в восторге от ваш ребенку ребенку да вот и же там любимая бабушка нелюбимая бабушка да там потом потом через пять лет восемь лет вот это свекровь будет спрашивать а почему ванечка к нам не приезжает никогда да потому что ты его фигачила то хлыстом и не кормила плюшками и и не надо потом просто удивляться если опять же если бабушка потом поднимет эту тему с наездом на вас вы также тактично не выходя из себя спокойно объясните что неприемлемо по отношению к моему ребенку вот такой любое насилие если она не поднимет этот вопрос вы сами тоже не поднимаете спокойно приезжайте на следующий праздник смотрите на ее поведение я всегда считаю что один раз людям надо дать возможность исправиться если она ведет себя нормально все никогда больше про это случае не вспоминайте если ситуация повторяется естественно я уже подумала стоит ли приезжать на подобный если некие не винтаж где сейчас найти мебель в россии в ляле тут посмотрите мебель выходить по магазинам сургейте зашли в магазин увидели диван купили купили ждать ждать пока вам из арабских эмиратов привезут китайскую мне попалась на днях реклама ляри тут они по-прежнему возят и у них кое-что подыскать может только не надо все там покупать но кое-что там есть пишите пожалуйста свое отношение к усыновлению я очень положительно отношусь к усыновлению и это очень хорошее дело и это очень правильно и люди которые этим занимаются для меня вызывает мое глубокое уважение ну как всегда в любом вопросе есть какие-то там трудности трудности до самое страшное чтобы не случилось так что вы ребенка взяли а вы не потянули да опять же предсказать это нельзя это тоже нельзя даже усыновление не профессия нельзя вот это как бы я работаю только взяла 16 детей только для того чтобы получать выплаты мы говорим про тех людей у которые там допустим нет своих детей не решили усыновить у меня был сосед у меня был сосед сережа почему ты узнаешь там ужасная история даме точно хорошая история хорошая история там хорошая история мальчика были проблемы потом переходного периода не взяли его полутора годовалым да вот все хорошо там у них ну как бы вы знаете что вам хочу сказать большая любовь нужна для этого и большое спокойствие каким-то вопросом я считаю что если ты зашел в детский сад то вот в этот в этот интернат и к тебе ребенок подошел и твоя душа потянулась к нему это все тут тоже так же все будет хорошо возвращать нельзя надо понимать что что живая душа это не игрушка что ты взял и вернул ну но вы знаете я я за то чтобы брать детей вот мне тут попалась я не знаю как сейчас но раньше раньше это было что ли детей детей можно ну как бы приглашать в гости даже не не посмотреть отдать ему возможность пройти социализацию такую побыть в семье да мы не можем тебя взять на постоянно но приходи но потом конечно все надо забирать я считаю потому что ты когда так берешь ребенка помнишь какой этот фильм про этот самый нет не крестный отец и крестный отец когда крестный отец господи когда сын этого аль капон и сказал привел друга и сказал что этот самый помню это же это же канцелярия я думаю что восстановление это в любом случае святое дело и чем меньше у нас будет детдомов тем лучше поэтому делайте делайте спрашивают а какой у нас с тобой типа соционики как ты вообще относишься вот этим вот не знаю всех не псевдопрофессиональным каким-либо инструментом я сейчас сама идея систематизация на хорошие инструменты профессионального уровня запущенные в непрофессиональную среду это хорошие инструменты для тех у кого нет внутреннего чутья и интуиции вот мне так кажется вот если у тебя люди частные но ведь помнишь мы этот анекдот с тобой про старого доктора который по глазам определил заболевание это наш любимый анекдот вот давай мы его расскажем вашего их сейчас половина не знает а может знает ну приводит пожилому дореволюционному доктору типа профессора преображенского женщина не можем поставить диагноз не можем поставить что с ней происходит но никак вот собрали вот вас позвали заводе значит эту девушку он говорит все спасибо я как доктор вы ее еще даже не посмотрели все все спасибо диагноз понятия сифилис почему вы решили что сидит взгляд у нее блядский вот извините за это слово поэтому поэтому если вы не профессионал вам все равно это таблица нет не поможет если вы вы можете можете поможет для на первоначально до 16 типов раскладывается на 3 на но еще у нас на 64 по типу это это как с искусством насмотренность оценка анализ прислушивание это же еще вопрос и вот эта популярность а среди детей проработка каких-то прошлых травм тем более в неумелых руках они начинают кого я зацикливаться в этой проработке и и не принимают решение как идти да это вообще проблема причем это оправдание нынешнего бездействия что человек у нас просил ребенку 30 лет совершенно как бы из 15 лет работала но потом зацикливалась на этой проработке сейчас ничего не делает потолстела живет там с мужчиной он один работает она она считает что она еще себя не нашла она себя прорабатывает и вот и вот тут началась трагедия то есть вместо того чтобы делать мы будем сейчас заниматься прорабатывание я не против некого обсуждения и вот эта проработка каких-то проблем она может не быть и с профессиональным психологом если вы такого нашли и с друзьями и с родителями если они достаточно высокого там уровня в состоянии вот у меня там такой дед был до такой папа был мне повезло просто повезло мы с сестрой в постоянном таком контакте в каком-то обсуждении находимся некоторых вопросов но в первую очередь когда мы обсуждаем какие-то проблемы я говорю так для начала давай разберемся что мы с тобой сделали вот обсуждение проблемы это очень хорошо но есть еще вопрос которому надо тоже переходить а какой у нас с вами комплекс мероприятий вот что мы будем делать дальше для решения этой проблемы вы понимаете можно зациклиться на вот этом прошлом и на ковыряние как меня плохо воспитывали вот у меня например да есть детские травмы детского сада уродливой школы безобразного вот этого насилия над детской психики у меня все это было но давайте сейчас в это погружусь и буду сидеть и буду сидеть и думать и медитировать но у меня другие задачи хочу ориентироваться на счастливую жизнь сегодня и на построение ее завтра значит мои фокус моего внимания самой проблемы вот этой в которой она там то ли проработана то ли не до конца проработана смещена на будущее на действие вперед на радость сегодняшнего дня вот сегодня мы проснулись а у нас по крыше дождь стучит и такая знаете свежести зелень вокруг что я буду прорабатывать кстати по поводу дождя ну вот давайте так проблема мокрых ног вот можно сколько угодно обсуждать женой почему ты посоветовал мне купить эти ботинки почему я наступил лужу почему я промок ведь а надо просто зайти в соседний магазин купить новые ботинки купить дождевик или сесть кафе и налить себе виски это решение проблемы обсуждать почему случилось и что случилось с этими ботинками то выбросите их там понимаете есть границы ковыряния вот в ране дайте ей в конце концов зарасти это и там внутри оставшиеся там какой-то проблеме да да перестаньте вы в этом копаться и вот если мы возвращаемся к этой девушке 30-летней да у нас ну мы же не часто обсуждаем такую проблему как где-то кого-то там подстегнуть или там ускорить или там еще что-то и чаще всего мне хочется сказать так коротка жизнь и пока вы все прорабатываете пока вы готовитесь к прыжку уже обстоятельства изменились ситуация изменилась и ваш прыжок уже никому не нужен и уже вам и прыгать туда может быть и и не надо а может быть уже так надо уже три часа готовился да все уже отвернулись смотрели какое-то время металл диск другой что уже все уже вообще ушли с этого то есть даже неправильное действие она в сто раз лучше бесконечных часов подготовки проработки и всего чего угодно то есть вот это вот как не тоже такой вопрос задали были вы на терапии тебя спрашивают вот этими штампованными фразами им понятно в среде вот она мне очень на какой терапии ты была вот на психоневрологическую я считаю что действие да да даже помыть квартиру эта терапия офигительно работает для всех вот для всех и даже постоянно моет квартиру фейсбуке оказалось что их там они постоянно и и обижаются на тебя за то что ты каждый прочитал моей статье что-то свое одна написала это же крепостное право если я вот буду убирать за кем-то носки я им это не ткну этими носками в морду слушайте это лучше звук на телефоне потому что тебе сообщение приходит и гасит сейчас своем телефоне да 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 сейчас минуточку вот поэтому ребят давайте дело делайте а не просто пустословием заниматься я вам все время про это говорю очень мало лайков будем заканчивать заканчивать наш эфир потому что сушил мы не ответили на очень важный разумный люди люди не ставят лайки так давай дальше там был вопрос очень хороший про иммиграцию сейчас перейдем и учет закончили писать откуда вы вновь вновь подошедшие наши подписчики зрители поставлю расскажите пожалуйста из какого вы города и лучше в комментариях а то в видео эфире не не запишется лучше в комментариях напишите да и из какого города потом напишите ну что любимые по телеграм вопросам там миллион было вопросов самых разных вот я открываю да 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 извини я не бросил я не моросил что поменялось в наших мировоззрениях после встречи с друг с другом это может кардинально у нас же ничего кардинально не изменилось мы как были очень взрослые самостоятельные люди так и остались просто вместе нам стало интереснее легче и лучше и даже вот сколько мы там живем интересно обсуждать интересно планы строить такой сказать а давай а он отвечает а давай а интересно интересно волнуемся волнуемся кто-то нам звонит сейчас минуточку сань у нас эфир пожалуйста перезвони чуть позже саша у нас мы наберем тебе сашку нас эфир спасибо не слышит важно решить свою задачу и так что и так не очень кардинально у нас ничего не поменялось у нас жизненная позиция она была сформирована в принципе до этого все остальное это были совместные притирки и нахождение общего вектора до поехали дальше так лиц принимаешь ли ты участие в каких-то в реставрационных работах ну типа помой подъездом отодрай плитку я очень с уважением отношусь к тем кто моет подъезды и терять плитку но я этим не занимаюсь и и никогда не занималась во-первых я у меня даже нет в окружении людей вот мы близких людей которые бы там как-то занялись этим вопросом но я видела в инстаграме таких людей и это круто сама лично нет вы знаете у меня столько дел я не могу пойти помыть плитку я вам скажу сейчас еще еще нельзя объять необъятное нельзя участвовать во всех благотворительных проектах оля очень много делает в целом в глобальном для изменения мира том числе и работает над ну как бы вашим образованием своим вашим моим и в целом для этого поэтому наверное оставим это тем кому это очень интересно ребятам которые делают очень важную работу эти ребята хорошо отмывают вывески но они не учат например формирование правильных пространств оля занимается более глобальными задачами это очень хороший дай сказать все не надо я часто собираю мусор просто иду по улице если я вижу мусор я выбрасываю вот мне мусор ужасно бесит когда значит что касается вот вопроса по поводу мы обсуждали что вот этот план вот это и вот про телевизор телевизор над камином не вешают это как два телевизора повесить друг напротив над другом да это первое второе у вас вы все время вот к вопросу о зачем и как вы решаете частные вопросы вот в прошлый раз где-то даже недавно одна дама задала вопрос вот нам снять квартиру небезопасную для детей или два года ждать квартиру мечты и я отвечаю ей не то и не другое мыслите шире надо искать третье решение также так же и здесь как как там звучал там звучал вопрос можно ли разместить телевизор на фоне окна там просто дурацкая планировка в этом доме по дурацки рисовал подход подход неправильный не надо начинать подходить со стороны телевизора куда и воткнуть меняйте планировку в целом менять и дуны ровку и не дом же расстановку мебели то есть там вопрос не с телевизором а вопрос постановка дивана кресел и от этого уже будет ясно как поставить телевизор и правильно там написали в telegram у нас что телевизор можно поставить там на ножки можно поставить стороне телевизор никогда не является главным действующим лицом в гостиной этим главным действующим лицом может быть камин книжные полки но не телевизор Поэтому телевизор, он не должен быть по-хорошему точкой притяжения, да, это раз. И второе, мыслите шире, вы очень часто загоняетесь в решение узких вопросов, и это не дает вам ни влево, ни вправо, вы как мышка бьетесь там туда-сюда, тут закрыто, там закрыто. А как только вы немножко поднялись над этим лабиринтом, посмотрели чуть-чуть шире, вы увидите, что ваша проблема, она решается, если вы на ситуацию будете смотреть не так, куда я поставлю телевизор, а какая у меня будет диванная зона, и как я буду обозревать сад за окном, одновременно с камином, допустим. И тогда вы поймете, что у вас диван стоит не на том месте, кресло не на том, а телевизор это уже следствие, а не причина. Спрашивают, офигеть, где этим летом свитер носят. Ребят, мир не замыкается только лишь размерами одного области какой-то там, да, московской или еще какой-то. А как вы поставили кухню в этом месте? А я сразу даю вопрос, а или кто вам разрешил там поставить кухню в этом месте? А я спрашиваю, а в какой вы строительстве? В общем, в мире есть места, где сейчас, например, там 19 градусов и идет дождь. Вот поверьте, это такие места есть. И Оля сейчас сидит в суббитах. Сидит как раз в таком месте. Я уже вам и говорила, в каком месте я сижу. Да и вообще я люблю свитера. Я люблю горячий чай. Я люблю открытые окна. Мне надо, чтобы было прохладно. Кто еще напишет, чтобы я не перебивала жену, он пойдет вслед за вот этой вот Ирине Жижи. Мир велик. Относитесь к нему шире. И, кстати, к своей жизни тоже относитесь шире к решению своих вопросов. Возьмите как-то немножко масштабнее. Мы очень часто варимся в каких-то мелких бытовых вопросах и в мелких бытовых проблемах. И боимся высунуть из своей норы голову, чтобы увидеть, что вокруг происходит. На самом деле надо обязательно... Это не то, что я вам рассказываю какую-то гипотетическую историю. Это моя тоже собственная проблема. Долгое время, ну это где-то был 14-15 год, мне не хотелось смотреть на то, что происходит вокруг. Вот прожили сегодняшний день, все, слава богу, все живы, здоровы и нормально. А это была глубокая, серьезная, системная ошибка. Не смотреть, что происходит вокруг. Не смотреть на проблемы или даже на планы развития семьи шире. Вот это вам очень советую сделать. Давай к вопросам о миграции. Давай. Давай, потому что есть группа вопросов. Во-первых, сейчас задали вот тут. Собираемся уезжать в Израиль. Стала пробивать рынок труда. Боюсь остаться там без работы и не вытянуть. Парализует тревога всю деятельность, типа изучения языка, проф. Переквалификации. Как выйти? Ну-ка давай. Что я вам хочу сказать про иммиграцию? Про наличники. Посмотрите вначале. Мы вам все рассказали. Мы ответили уже про наличники. Там первый вопрос был. Что касается иммиграции. Во-первых, вы должны себе ответить на вопрос, почему вы уезжаете. Вы же уезжаете, потому что вам в этой точке что-то не нравится, и вы решили развиваться. Это раз. Во-вторых, даже если вы сегодня едете в Израиль, это не значит, что это место, в котором вы можете или должны, или кому-то обязаны остаться на всю жизнь. Я опять же призываю вас взглянуть шире на тот вопрос, который вы задали сейчас. А где вы хотите жить? Вот вы хотите жить в Израиле? Тогда вы там найдете и работу, и хороших людей, и проф. пригодность ваша будет востребована. Ребята, с репатриантами, при вашем желании, с репатриантами там работают. Вы будете изучать язык, вы будете социализироваться, и вам помогут. С этим там вопросов нет. Там любой таксист скажет, о, вы репатриант, да. Вам все будет хорошо. Не думайте, но с другой стороны, не думайте, что сложности не будут. Они будут. Они сложности немножко в другом. Вы решили уехать в Израиль, потому что вам нравится страна, потому что сейчас туда прожить переехать. У нас очень много людей, знакомых, которые очень хорошо социализируются там, перетаскивают туда бизнес, делают новые проекты. И живут сейчас. И живут сейчас. Вот очень надо, хорошо. Вот эта та же девушка, которая тебе нравится. Настя Цветаева, да? Живут же в Израиле, да? Все хорошо. Хорошо. Я на том обустроила так же, как будто бы она в Москве же. Если вы посмотрите на видео, но это не для всех. Вот, ну, то есть я для меня, первая была мысль, что для меня есть страны, где они мне совершенно не подходят по... У меня там батарейка не заряжается. Я ничего не могу делать. Я сижу, квашня-квашнёй, уж говорю вам, как есть. И понимаю, что я несчастлива и живу только быстрее и лечь спать, чтобы этот день закончился. Поэтому задача решалась не так. А где я хочу жить? А тогда Израиль это уже промежуточная точка. И тогда мы уже по-другому будем решать текущие вопросы. Тогда я уже не буду учить иврит. А я буду решать какие-то... Я вам говорю, как есть. Я вам говорю, прям вот как есть. Откровенно, вполне. То есть я не хочу, чтобы вы строили какие-то иллюзии. Я в первую очередь для семьи... Какое отношение Настя имеет Кривоакантом? Ну, Анастасия, мне кажется, она как-то жива в Москве. Она имеет отношение к тому, что она проживает в Израиле. И как она там адаптировалась. Мы сейчас говорим именно о той стране, где вы хотите жить. Я так возвращаюсь к вопросу... Ребята, я понимаю вашу издевку, да. И мне не очень нравится ваш комментарий. Человек так или иначе, как профессионал, как думающий, как интеллектуал, Анастасия Цветаева так же себя искала в новой стране. Поэтому не надо умолять не ее заслуги, да, а разговорами о том, что ох, она вышла счастливо замуж. Я прямо это и вижу. Не завидуйте, пожалуйста, Анастасии Цветаевне. У нее тоже своя жизнь и свои трудности. А вас я заблокирую. Вот я еще раз возвращаюсь к вопросу о том, где вы хотите жить. И вот даже если вы эмигрируете... Вот я и вижу, да. Вот я и вижу все ваши эти вопросы. Она лет 10 назад эмигрировала к мужу. Еще раз, вопрос в том, что как человек себя находит в творчестве, каких-то этих самых... Еще раз, не завидуйте. Я еще раз возвращаюсь к вопросу, да, о том, что если вы по каким-то причинам, вам сейчас проще переехать в Израиль, это не значит, что это ваша конечная точка вашего пути. Вы можете двигаться дальше. Что касается тому, кто там богаче, кто богатый, может, не богатый, она с ним уже давно живет, они вместе строят и бизнес, и работают, и все. Зависть – это точка в вашем развитии, в личном. Вот UPS 1357. А что я уже что-то сказал? Это важный момент. Какие... И вот возвращаясь к вопросу, который задали. Чего бы вы там не боялись, чем бы вы не паниковали, вам Израиль может подойти, и все пойдет идеально. А может оказаться, что вам там некомфортно жить. Тогда вы езжайте дальше, не надо останавливаться в той точке, в которой вам не так. А давай мы расширим. Вот, пожалуйста, да, мы не замыкаемся сейчас просто на одной стране, потому что... Потому что... Вот следующий вопрос. Вы довольно... Вы уже почти год живете вынужденной миграцией. Довелось ли вам испытать приступы отчаяния или даже паники? Как вы с этим справляетесь? Что особенно тревожит? Жизнь в чужой стране, квартире, плохое знание языка, мысль о деньгах или о деньгах, дефицит общения? Вы знаете, я знала, зачем я уезжала из России. Для меня это самое главное. Я знаю, что я уезжаю из России по таким-то и таким-то причинам. И поэтому то, что я оставляю за своей спиной, оно гораздо более опасно и тревожно, чем те опасности и тревожности, с которыми я встречаюсь в новой стране. Поэтому никакой паники у меня нет. Я знаю, что я там оставила, и почему я оттуда уехала. Если я четко отдаю себе отчет, почему я оттуда уезжаю, то мысли о том, будет ли мне страшно на моем будущем пути, нет. Есть тревоги, конечно, получится, не получится. На этот счет у нас всегда с Женей есть обсуждение. А что у нас будет планом Б, если у нас не получается? И у нас, как мы это с Женей называем, качели. С этим получилось, оп, с этим не получилось. Такие сели, на утро Женя такой, о, я придумал новый вариант, как мы решим эту задачу. Хоп, я говорю, Женя, вот не было бы той проблемы, мы бы не нашли с тобой новое решение. И оказывается, что эти новые решения, они тебя и стимулируют, и ты открываешь какие-то совершенно другие возможности, и ты смотришь на мир гораздо шире. И мне, честно говоря, нет тревог здесь, потому что я столько всего нового вокруг вижу и в Израиле, и в Вильнюсе, и в Грузии, и даже в момент перелета, и в Варшаве, что мне даже некогда, честно говоря, беспокоиться и бояться, потому что ты видишь, как велик мир, как много людей сталкиваются с аналогичными с тобой проблемами, и как они из этой ситуации выходят. Это было во всем временем? Мы ехали позавчера в такси, и разговорчивый таксист спросил, водитель спросил, откуда вы, и мы как бы сидим там, ну мы там из России, наш хороший товарищ-то сказал, я-то оттуда-то, а спросили, ну а я из Турции. Он такой, ну да, Вена сейчас там, это город, в том числе эмигрант. Да, город эмигрант. И он скажет, ну да, мы спросили, как ты там коммуницируешься, ну мне это очень нравится. Поэтому, что касается отсутствия коммуникации, у меня нет проблем с коммуникацией, я коммуницирую с людьми на улице, если ты начинаешь людям улыбаться, они тебе улыбаются, они ведут собачку, ты с ними разговариваешь, обсуждаешь собачку на ломаном, то ли английском, то ли французском, то ли немецком, не пойми как. Да можно просто улыбнуться, да? И собака тебе улыбнется, и хозяйка. И хозяйка, и вы знаете, все человеческие качества, они везде одинаковые. Вот знаете, вот эта вот позиция, нас там не любят, нас там не ждут, мама мне так все время говорила. А где тебя, а кто там тебя ждет, да? А где, да, а кто вас там ждет? Если ты хороший человек... Ребят, вот если даже рассмотреть в рамках нашей страны, спросите себя честно, кто в Мордовии ждет москвича? Представьте, что вы переезжаете в Мордовию, будете вы там... Вы приезжаете из Белгорода в Казань, и вы попадаете совершенно в другую ментальную историю, совершенно с другим языком и с другими обычаями. Вот. Вы как-то будете там искать, реализовываться, да? Или переезжаете из глубинки в Москву. И так же вы снимаете квартиру. И так же боитесь не устроиться по работе. И такая же есть конкуренция. Но в любом случае, я вам хочу сказать, любой переезд, любая смена, вот такая глобальная семьи, это огромный рост для всех участников процесса. И, конечно, никто не дает вам гарантию, что у вас все получится. Но одну гарантию я вам могу дать точно, что если вы будете постепенно двигаться к улучшению ситуации, вы всегда придете в ту точку, где отлично все. То есть, это путь, а не конечный пункт назначения. Вот это очень важно. В наших качелях, когда мы с вами обсуждаем, мы же давно приняли за аксиому, наверное, что прямого пути-то нет. Вот, ребята, есть даже самолеты, летающие из Америки на континент, в старую Европу, они летают не по прямой, а по дуге. И так оказывается короче. А парусники вообще двигаются галсами. Вот пишут, что из России мы уже уехали, и вот как раз коммуникации на новом месте не хватает, так как грудной ребенок и жара 40. Привет, 4 стены. Вот, да, для меня проблема жарких страун именно в том, что ты привязан к кондиционеру. В Израиле еще очень, ребята, очень хорошо. Следующее. Выходите вечером, там, в 10 часов, да, все выходят на детскую площадку, там вы будете коммуницировать. Мы, многие вопросы в Израиле решаются на детской площадке. На детской площадке. Да, это на личном опыте. Вы там будете общаться как с местными, они будут осторожно к вам относиться, но вы будете делиться опытом с такими же, как вы. И если мы пишем про Израиль, там вообще, по-моему, коммуникации там везде. Я там все время находилась в общении с соседями, с французами в основном, с нашими, которые релацировались 50 лет назад. Первый день, когда мы приехали, человек высунулся из балкона, потом спустился и сказал, чем вам помочь. Чем вам помочь? Люди переехали 50 лет назад, в 71-м году. Так что, я думаю, ну, опять же, у вас в руках интернет. Здесь есть масса людей, с кем можно пообщаться. Вот точно совершенно. Поэтому коммуникации мне точно хватает. Опасений много, тревог много, но спасение с тревогой только одно – иди и делай. Других спасений нет. Можно ли полюбить съемную квартиру? Как вы с ней? Со съемной квартиры можно полюбить. Я считаю, что надо обустроить хотя бы один угол, где у вас будет. Я говорила еще год назад, когда как раз про переезд. Это вот сделайте один маленький столик, пару удобных кресел и лампочку поставьте и положите в свои любимые книги, и вы уже почувствуете себя как дома. Если вы надолго, то вот это пятно вашего участия личного, вы его расширяете на всю квартиру. Если это какая-то промежуточная квартира, то не надо, можно остаться внутри этого пятна защищенного и не пытаться обуживать всю квартиру, если это ненадолго. Съемное жилье, это, конечно, отдельная история. Первый раз я снимала жилье, когда это был 95-й год, и потом все время жили в своей квартире. Вот сейчас мы теперь опять на съемных. Это тоже испытание, я вам хочу сказать, это сложно. Но когда у тебя рядом лежат твои книги, уже как-то легче. Если еще стоят фотографии какие-то там близких людей тебе важных, это уже тоже легче. Ребят, в съемном жилье самое важное, что ты привез туда всех своих. Все рядом. Сколько угодно ты можешь облагораживать свою съемную квартиру, но ты будешь полным уродом, если не взял туда своего кота. Да. Вот и все. И потом, вешай ты картинки, не вешай, утешай, повесь портрет этого кота или собаки. Утешает, когда вся живность рядом, дети рядом. Взрослые, взрослых, которых ты там их оставил, они справятся. Даже люди в возрасте, ты можешь им организовать все, что хочешь. Сиделку, заплатить туда денег, но оставленного кота это вот... Для нас как бы это важно, чтобы все свои с собой. И ты их вывез, уже легче. Давай дальше. Давай пробежимся по домам. Давай по домам. Спрашивают, чтобы посоветовали поселиться в Грузии. Вот я в понедельник еду в Грузию, следите за моими треверами. Господи, путешествиями вообще. Я еду туда как... Турист. Как турист. Я еду в Грузию как турист. Я надеюсь, что мне Грузию покажут. Так, поехали по домам. А, вот еще про собаку, кстати. Пару месяцев назад задавала вам вопрос про собачку. Муж был против. Уже неделя как у меня есть собака. То, что мы, о чем мы проговорили тогда в эфире, очень помогло. Рассказала мужу все подробно и максимально откровенно, почему мне и зачем нужна собака. и он согласился. Спасибо. Это, мы ждем фото собачки. Да, мы ждем фото хозяйки с собакой. Хозяйки с собачкой, да. Давай, значит, там хаосы, да. Есть вопрос про там хаосы и мы пройдемся по домам. Давай, давай, давай. Ну, вот муж хочет там хаос. Муж хочет там хаосы. Вот, кстати, это очень хороший вопрос. Муж хочет там хаос, как его, по-моему, убедите этого не делать? Как убедите, не делайте? Это вопрос о скрытых желаниях мужа. Почему он хочет там хаос? Хочется предположить, вот мне почему-то сразу первой мысли приходится, что он мечтает о неком отдельном месте у себя в доме, где он сможет уйти и уединиться. Нужно задать себе вопрос, прежде чем обсуждать с мужем, нужен вам таунхаус или нет, задать себе вопрос, какие его скрытые мотивы в этом таунхаусе. И тогда вы сможете приводить аргументы, которые отвечают на скрытые мотивы. Вот в этом самая сложность. Человек не всегда прямо отвечает на то, почему он хочет именно этот дом. Но если долго с ним разговаривать, как говорил мой коллега, следователь прокуратуры Кузьминской, он говорил, ты просто мало с ним беседовала. Так вот, если долгие допросы проводить, путем долгих допросов, человек проговаривается об истинных мотивах. И вот если задавать вопрос, почему он хочет таунхаус, то в конце концов мы, например, узнаем, что, я не знаю, может быть, он всю жизнь мечтал о мастерской какой-то, или хотел бы что-то делать своими руками. Или он устал от детей, ему нужна тишина. Или он надеется, что... Он не устал, там совсем, он их не любит. Да. Ему нужно какое-то время до втанки поехать. Может быть, он мечтает или там думает о том, что вот мама старая, она сможет к вам там переехать, и вы ее на какой-то этаж поселите. То есть сначала, прежде чем его отговаривать, надо понять, почему он этого хочет. Когда вы разобрались со скрытыми мотивами, вы уже можете привозить примеры, как его проблемы решаются, не в условиях таунхауса, а в условиях, например, одноэтажного дома. Тогда вы уже можете, отвечая на его скрытые мотивы, например, сказать, что... А для мамы мы там сделаем с отдельным входом, например, если он хочет поселить маму, мы можем сделать отдельную маленькую мини-квартиру, как номер, да, с кухонькой, с санузлом и спальней. Или там, если он хочет кабинет, а для тебя мы сделаем вот с отдельным входом кабинет или там мастерскую. И вот оказывается, что его проблемы уже решаются не тем, что... Почему я, собственно, против таунхаусов? Я вам все время говорю о том, что это квадратики 30-50 метров, построенные друг на другом, и где 30% площади каждого этажа займет лестница. Лестница безумно дорога в исполнении, она забирает площадь, она требует расположения на каждом этаже дополнительного санузла, то есть увеличивает расходы. И самое главное, лестница это опасный элемент, с нее летают собаки, коты, дети. И плюс отделка всех этих помещений, а по факту вы ютитесь на одном этаже, где у вас кухня, потом вам надо перебежать в гостиную, а вроде как уже пора идти спать, и получается ерунда. Поэтому я вам никому не советую. Вот и получается, ребята, вот у вас из даже 50 квадратов, у вас 30% первого этажа уйдет на хозпостройки. Ну или даже 50 квадратов, да. Нет, ну 50 квадратов у вас 30%, да, почти половина, уйдет на лестницу, плюс все остальное. У вас останется маленькая гостиная на 15 метров, в которую вы еще впихнете кухню. Вот все. И вы будете, вся ваша жизнь пройдет на 15 квадратных метров. Потому что одного ребенка не оставить там наверху, вы будете там. Да, и вот это беда снял. В большем случае, да, и время на то, что спустился с третьего этажа, оставил там телефон, поднялся. Для меня это безопасность в любом возрасте, вы знаете. А чем плохи-то вон хаос? Мы только что вот сейчас об этом и говорим. Тем же самым. Вот вы просто возьмите и переслушайте. Если вам таунхаусы хороши, и если вам хорошо иметь, значит, вот этот клачок палисадника, и есть свои плюсы, ну, пожалуйста, мы вас не отговариваем. Мы не отговариваем, мы высказываем свою точку зрения. Поэтому таунхаусы, любые двухэтажные дома, это всегда вопрос, что ее упадет. Мы все это, да, это все как бы понятно. То, что упадет. Собаку контролируешь, кота контролируешь, маленькая собака. Мы там только с ней, как бы этот самый, ребенку два года или три, ты его держишь и все. И улетишь сам, например, для разнообразия, да. Поэтому я считаю, что лестница, это во всех отношениях всегда плохо. Всегда плохо. И вы все равно, вы не ощущаете простор дома. Вот дом может быть там три этажа. Сколько угодно заявляет, что у тебя 200 квадратных метров, но возвращаемся к тому, что вы живете на 15 квадратных метров. Да, ну, смысл, смысл. А тратите при этом на отделку, на санузлы и сама лестница от миллиона. В общем, мне кажется, таунхаусы уже перестали быть актуальны. Да, это да, какая-то история старая. Это уже перепродают трехгодично никому не нужной давности вот эти объекты. Да, вот именно, потому что уже поняли, что там жить невозможно. Это была тема десятилетней давности. Давай дальше. Это какого, помнишь этот самый, опять же, пресловутый БМО-клуб, да, с продажей там рекламы, там, этих таунхаусов в Соларево? В Соларево, точно. Насчет дома и лестницы. Я сейчас так с семьей живу, замучилась, правда, в нем бегать и убирать, но мне все. Вокруг мама и сестра твердят, что это полезно, зато я много двигаюсь, и их не переубедить. Так, слушайте, да пускай они сами-то и бегают. Так, зачем их переубеждать? Пускай, господи, предоставьте им. Это к вопросу об ответственности за свою жизнь. Мама и сестра, они могут жить, как им больше нравится, а вы отвечаете только лишь за свою жизнь и за жизнь своих детей. Вчера как раз вот тоже задали вопрос вот про там квартиру и безопасность детей. Ребят, безопасность детей находится превыше всего. Вообще, вот выше любых вопросов находится безопасность детей. Вы плюс еще же, опять же, начнете делать забежные ступени, потому что пытаясь сократить пятно вот этого размещения этой лестницы. А на втором этаже вам надо делать два пролета, все равно будет эта площадка. И вот эти 20% вот этого пространства, они перейдут в 30-40. А потом ночью кто-то шел, оступился. И тут помогут как раз белые плентуса и белые наличники на дверях. И светящиеся ленты, и то не всегда. Вот теперь еще к вопросу двухэтажных домов. Значит, выбрали сложный проект, два этажа. Начали строить в 20-м году. Первые два сезона все на высоких темпах. Стены, окна, крыша. После этого уже два года у мужа нет вдохновения. Он считает, что это непосильный для него проект. Два года стройка по факту стоит. Не можем найти адекватных строителей. Есть мысли продать недострой и купить что-то готовое. Но муж не хочет из-за налога. Лучшего места нам не найти. Участок с шикарным видом. Как быть? Ну как быть? Как быть? Взять на себя. Оставить мужа в покое. Не надо ничего... Постоянно строители неадекватные, потому что вы просто их не хотите продолжать проект. Да, вот муж не хочет... Нет. Женщина хочет продолжать проект, потому что лучше места не найти. Они сходятся с тем, что продавать дома она не хочет, потому что вид хороший. Он не хочет, потому что налог... Ну продайте по той цене. Не надо ничего продавать. Надо просто... Например, если он боится налога, продайте по той цене, по которой... Надо возглавить стройку. И все. И в этом нет ничего сложного. Давай, ты уже решение придумала, расскажи, что делать. Ты что делать? Начать. Начать и сделать. Надо пойти, надо не думать и не ждать, пока у мужа появится вдохновение. Оля, классное решение сказала сегодня утром. Ну давай, я сейчас даже свитер сниму. Да. Оля сказала следующее. Первое. Фиксируем убытки. Второе. Блокируем второй этаж и начинаем обустраиваться на первом. Сделайте просто первый этаж пригодным для жизни. Заблокируйте эти ненужные санузлы. Сделайте на первом этаже санузел, гостиные, спальни. Все. Пускай это стоит там. Крышу не надо сносить. Ну будет там забитые окна, да, или там повесьте шторки. На зиму блокируйте, чтобы не оттапливать. Потом доделайте. Обустройте первый этаж. Идея была в таком. Упростите все, что можно упростить. То есть если у вас запролонировано три санузла, ограничьтесь одним. Если у вас запланировано были шкафы, выделите одну комнату под гардеробную рядом с санузлом. Сделайте мини-кухню и возглавьте сами процесс. Не надо тащить из мужчины, если вот сейчас у него нет вдохновения, он втянется вместе с вами чуть позже. Вам нужно сделать это само. Иногда у нас Жени тоже так бывает. Он говорит, у нас это какая-то сложная задача. У нас тут возникла огромная какая-то проблема вселенского масштаба. Причем она была реально серьезная, касалась большую сумму денег. Такой, как решать? Такой, что-то вижу, сидит, расстроился. Я просто открываю гугл, пишу первое попавшееся, вот прям запрос. И сразу же выскакивает ответ, и проблема через полтора часа, оказывается, решена. Мы туда приехали и все с ним за две минуты сделали. А мне нужно было просто набрать, как решить вот подобную задачу. Я тут же получила ответ, и мы тут же нашли подходящего человека. Я мог бы сказать, что нет, это все нерешимо, и рефлексировать дальше. И рефлексировать дальше. Но иногда женщина может просто возглавить процесс, и ничего криминального в этом нет. Вы не нашли адекватных строителей, начните хоть с какими-нибудь строителями. Иногда кажется, что неадекватные цыгане, вот как у нас были, оказались самыми адекватными и быстрыми. Почему они неадекватные? Потому что мы в плену стереотипов, мы в плену того, что по национальному признаку. Это же было смешно. Наш человек, который делал там этот, как называется, не ландшафт, а занимался, в общем, травой, ландшафтом и всем остальным, он подходил ко мне и говорил, Женя, это цыгане. А он таджик. Цыгане мне подходят, говорят, Женя, не работай с таджиками. Я говорю, так, все, пошли нафиг оба. И ты, и ты, и ты. И они все работали. И даже если ваши строители, там, через неделю вы видите, что они не работают, и только чаи гоняют условно, или там плов варят, ничего, смело избавляйтесь, берите следующих. Идеальных строителей вообще не бывает. Это все равно какое-то взаимодействие. Надо сделать. Вот надо сделать. Надо не рефлексировать. Вы очень много размышляете о том, что у кого-то нет вдохновения. Вдохновитесь сами. Пойдите и сделайте. Только чтобы не погрузиться в очень длительный ремонт, в очень качественную отделку. Ой, это же там навекает дом. Не надо. Надо просто сделать чистенько, беленько, с той плиточкой, которая есть. Один санузел, одна небольшая площадь кухни, два дивана, красивый вид есть. Все, в вашем доме все есть. А потом доделывайте сколько хотите, если вообще захотите. Переехала в Варшаву, сняла красивую квартиру в центре, но приходят тараканы от соседей. Переезжать. Они тараканы просто приходят на вас посмотреть. Тараканы пришли знакомиться. Я не понимаю, ваше недовольствие. Но на самом деле... Слушай, ну в Варшаве, я думаю, что можно найти очень сильные... В Варшаве нет проблем с химией. Сильные средства. Это же... Ну, как вот, например, у нас в Израиле. Ну, приходили какие-то тараканы. Мы их тут же помарили. Было К-500, или называется это что-то? К-500, да. Это немецкое средство. Потому что в Варшаве тоже можно его найти. Вы можете заказать их по интернету, эти К-500. Это дальнобойные, они не пахнут на ночь, и все. И вообще, вы вообще навсегда забудете про тараканов, это не проблема. Значит, спрашивают, твое отношение к каркасникам и к винтовым сваям, фундаментам. Хорошее отношение делайте. Все, что упрощает вашу жизнь, все, что ускоряет строительство дома, это хорошо. И каркасник хорошо, и на сваев, особенно учитывая сегодняшние цены, это хорошо. И не надо здесь... Надо, ребята, вот надо понимать, да, что, вот давайте так, много новых, да, людей, которые смотрят наш первый раз, там не понимают, почему я перебиваю, например, да, нас беседа, это раз, да, прислушайтесь дальше. И мы эти вопросы по домам мы обсуждали уже еще, наверное, несколько лет назад, когда мы делали свой дом. Основной принцип постройки дома, он как бы в финансовой плоскости заключается в следующем. Я глубоко убежден в этом. Если у вас, если у вас денег... У вас должно хватать денег? Сейчас скажу, значит, рассчитывать необходимо бюджет следующим образом. Вы должны построить дом за максимум полгода. Есть, конечно, сложности с тем, что, ну, например, вы ставите сруб в один сезон, отделываете его в другом, да, ну, то есть это максимум год у вас уходит. Если вы планируете свой бюджет на несколько лет, значит, дом для вас велик и он неподъемен, потому что мы не можем прогнозировать стоимость материала в ближайшие даже полгода. И по нашему большому опыту, все то, что не делается за год, превращается вот в это, как мы обсудили, долго строили. Знаете, нам тоже тут задали вопрос, не делаете ли вы такую услугу, чтобы вот посчитать все там до ручки в будущем ремонте? Мебель, ремонт, стройка, отделочные материалы, шторы и так далее. Вот я отвечаю, не делаем, не делаем, потому что... Как нам, значит, рассчитайте, ну, там вопрос заключался, значит, вот первый, второй этап проекта понятен, да, но нам для прогнозирования стоимости ремонта необходимо сейчас просчитать стоимость материалов и мебели. И это прошел один день. Сразу задал ей вопрос, этому человеку, вы можете спрогнозировать курс евро на момент окончания вашего ремонта? То есть два вопроса. Первый, спрогнозируйте сроки вашего ремонта и спрогнозируйте, пожалуйста, курс евро. Все. Все, и все, на этом все закончится. На этом как бы... Вы понимаете, что ситуация, это даже не то, что вот обязательно к сегодняшней ужасной ситуации происходящей, а и вообще, вот и вообще, к сожалению, на ремонт, на любые процессы влияет так много обстоятельств, которые от вас не зависят, что просчитать что-то до копейки или даже довольно близко к теме довольно трудно. Вы все равно... Потому что даже, даже любой столярчик, он сегодня блум покупает в Киргизии, завтра он покупает в Казахстане, а завтра будет покупать в Албании, вот, чтобы его привезти. И каждый раз, и каждый раз, плечо подвоза и логистика будет очень усложнять и увеличивать его стоимость. И то же самое относится к рукам. Сегодня эти руки есть, а завтра эти руки эмигрировали. И все, и мы приехали, и мы стоим, ждем, и работаем с каким-то уродливым другим столярщиком, который вообще не понимает ни твоих обязательств, ни понимания слова проекта. Берет, да, и что-то там... Поэтому, возвращаясь к домам, вот, если вы хотите, боитесь свай, да, и хотите сделать полноценный фундамент, понимаете, что полноценный фундамент на 100-метровый дом, он будет стоить сейчас примерно 3 миллиона, а то и может быть и больше. А сваи будут стоить миллион, например, а может быть 500 тысяч, да. И из этого вот тогда и исходите. Поэтому и каркасник из нашего старого, что мы говорили, выбирайте то, что материал, который ближе всего к вам. Ближе всего и даст. Если вы в Сибири, и рядом стоит дерево-переобрабатывающий комбинат, и там делают классный брус, не надо ввести СИП-панели из этого самого. Да, смысла нет. Да. Поехали дальше. Так, вот, как бы, вот, кстати, про столярщиков, да. Как бы вы посоветовали развиваться столярной мастерской? Друзья владеют своим бизнесом, работают с массивом по историческим чертежам. Как лучше выйти на дизайнеров, которые работают в стиле исторического минимализма? И как бы вы посоветовали развиваться? Нужен, ценен ваш опыт. Очень просто. Сделайте несколько красивых дверей и рассылайте их, и в Инстаграме показывайте, и все, и больше ничего не надо. Если вы сделали с тонкой обвязкой пару красивых дверей, вас руками оторвут. Окна, например. Вот человек, кто-то написал, что заказал деревянные окна, а импост все равно толстый. Делайте то, что на рынке не делает никто. И все, и будете вы всем известны. Не надо лепить, как все столярчики, о, смотрите, какой у меня на 3D принтере нарисовали рыцаря с виноградом. Да, мне не нужен ваш рыцарь с виноградом. Ты сделай импост тонкий, постарайся. И все, и будет уже... Сделай высоту дверей, настрой свои станки, высоту дверей 3 метра. И продавай, с тонкими опять же перекладками. И напиши везде, делаю то, что не делает никто. Вот и будет все хорошо. Так. Так. Что тут еще? Как решить проблему? Как решать проблему, если партнер не работает уже около года? Не знает, что хочет делать. Я ругалась, что я одна работаю. Но это приводило к конфликтам. Получается, совместный бюджет, но только из моих. Это очень сложный вопрос. Опять же, надо брать глубоко. Вы, помните, как в фильме, любите ли вы этого человека? Вот. Начнем давайте с этого. Депрессия может затянуться на годы. А это такое депрессивное состояние. Вот. А еще тут комментарий. Опять же, он много читает специализированной, узконаправленной литературе, но пока не понимает, как это привести в заработок. И ничего в этом не приходит. То есть, человек как бы занимается чем-то, но как монетизировать? Я вам дам совет очень простой. Поставьте срок, себе срок. Ну, допустим, полгода. Еще полгода. Или там 9 месяцев. Хороший срок поставьте. Не 2, не месяц. А вот год, год это максимум. Самое маленькое это 6 месяцев. И поставьте себе задачу решить этот вопрос. То есть, включитесь вместе с ним в вопрос. Обсудите, как он будет это применять. С чего начать. И спросите, как он начнет. Вот если подвижки начнутся, и он начнет действовать, то все отлично, все пойдет. И если и через... Вот сегодня у нас 5 августа. Вот если к 5 марта так ничего и не произойдет, и вы так и увидите, что ничего не случилось. Он так же читает, он так же депрессивно находится в этом. Он там размышляет и строит какие-то планы. Я вам советую не биться за него, а идти дальше. Вы знаете, у меня есть масса примеров женщин, которые годы ждут, пока их там партнеры очнутся. Не надо этим заниматься. Но вот эти 9 месяцев вы посвятите ему помощи, обсуждению, деланию. Если шаги начнутся, тогда вы остаетесь с ним, и все пойдет. Просто надо обсуждать реальные мероприятия по тому, как это условно монетизировать его знания. Не надо обсуждать с ним, как у него что-то не получится. Когда ему начать работать. Да когда же ты начнешь работать, я уже тащу на себе столько времени. Это все бессмысленный разговор. Подчеркивайте важность его занятий, погрузитесь в них, окажите конкретную помощь. Потому что если человек реально увлечен какой-то темой, он может стать высококлассным советчиком, профессионалом, и вписаться в какую-то профессиональную среду. При условии, что он начнет действовать. Но у меня вот перед глазами... Муж одной нашей сотрудницы, вот он уже находится в таком состоянии лет шесть. Ну, готовы вы подарить кому-нибудь еще лет шесть своей жизни? Оль, давай очень близко, потому что мы уже затянулись. Да, мы уже заканчиваем. Рядом с высоткой на Котельнической набережной построили ЖК Серебренческой набережной. Как вам этот проект? Мы уже там закончили объект, и вот сейчас занимаемся декорированием. Мне нравятся хорошие объекты. ЖК как? Ну, как обычно. Хорошо, что они не подняли его на 20 этажей. Хорошо, что он не 65 этажей. Конечно, это не историческое здание, но там есть плюсы. Это большое количество окон. Из некоторых квартир очень классные виды. На высотку. На высотку и локация. Локация просто обалденная. Итак, поехали дальше. Хотела бы узнать ваше мнение о многочисленных тренингах, типа личный бренд, личная стратегия, национальный интеллект. Вся информация предоставлена вам в интернете. Выберите какую-нибудь одну маленькую привычку, начинайте над ней работать, потом переходите к следующей. Я вам советую немножечко заузить фокус внимания. Есть масса тренингов, есть много всего. Можно бесконечно изучать. Занимайтесь делом побольше. Вот у нас спрашивают о том, что даете ли вы какие-то сертификаты либо документы об окончании наших курсов, которые мы делаем и будем еще делать. Отвечаю, ребята, мы не даем. Вам шашечки или ехать? Вам сертификат, либо понимание о том, как Ольга Кондратова выстраивает свое пространство. Так вот, лучше, по моему мнению, оно может отличаться от вашего, лучше понимание и изучение той кухни, как Ольга Кондратова стала строить такую красоту. Это в курсах. А получите вы от этого. Он диплом и мархи люди вешают на стену, а потом строят, я не знаю, там, парковки. Танковый хранилищ. Так, вот еще пишут, значит, так. После разговора с вами мы решились купить студию на Моросейке в доходном доме. О! Да, разговаривал с вами еще в 20-м году, период сомнений при сделке. Теперь я понимаю, как много значит правильная локация. Это абсолютно другое качество жизни. Спасибо вам огромное за совет в период принятия решения. Сейчас там живет сын, и я уже вижу, что он тоже постепенно пропитывается духом старой Москвы и приходит к пониманию ценностей классической архитектуры. Ну, вот... Да. Слушайте Ольгу Кондратову с ее традиционными ценностями. Это такая баннер. Да. Все. Как жаль, что интенсивный курс вам уже невозможно купить. Ну, мы... Мы работаем над следующим, да. Но вот это был очень крутой курс. Две части. Ладно. Вот, кстати, и к вопросу курса, и к вопросу там задавали. Почему же, почему же... Вот когда, во-первых, спросили, чем ты подпитываешься из европейских интерьеров, это как бы такой второстепенный вопрос, но основной был такой крик души. Почему же у нас вот так вот? Почему все закрасят, все заламинируют, все закатают в керамогранит. Да какой мрамор. Закатают в керамогранит под мрамор, да. И почему вот у них там оказывается... В Европе потерто и красиво. Потерто и красиво, а у нас новое... И на этот вопрос прекрасно ответил Женя. Он сразу сказал, потому что нет уважения к частной собственности и к тому, что добились люди, жившие до тебя. Будь твои родственники или чужие. Вот в чем отличие глобальной Европы и отношение к домам, и к жизни, и к людям? Это первое. Это ценность человеческой жизни, ценность ребенка и ценность, созданного другими людьми. Вот в этом, наверное, принципиально и главное. Лозунг «все сломать и построить заново», большевистский лозунг, он на самом деле нанес одну из самых глубоких ран России. Убили. Убийство находится в моде. Во всех смыслах. Всего. 500 лет крепостного права. А я считаю, что оно не закончилось. Оно и сейчас. Это научило людей относиться традиционно и по наследству передавать вот ту волшебную дверь и ту волшебную ковку. Потому что заселившийся мордовский крестьянин в петербургскую коммуналку, он всегда относился, это как к чужому и чуждому. Столовая, столовая, это признак классового неравенства и ненависти. Вот они к этому так и относятся. Поэтому мы видим в Петербурге 16 вот этих вот дужек, унитаза в совершенно загаженном туалете. У каждого своя. Это отношение и к парадным, это отношение к городу, это отношение и потом... А в связи с этим отсутствие насмотренности и отсутствие понимания красоты. Люди не поднимают голову и не смотрят по фасадам Петербурга. Они пытаются привнести то, что им показал интернет. Либо их начальник, который закатал по дубайскому принципу все в этом. Вот про Вену. Еще вопрос задавали. Вот Вена. Это если вы хотите увидеть реальность, в которой не было революции, в которой не было чудовищных событий 30-х, 40-х, нынешних лет, то вы можете поехать в Вену и увидеть, как бы развивалась Россия, если бы в ней не случилось событие 2017 года, либо террористы были бы остановлены. Поэтому цените время вашей жизни. Поэтому мы все время вам говорим об упрощении. Находитесь... Эфиры мы немножко притормозим до конца августа, потому что мы сейчас... Там очень у нас предстоит плотный график. И следующий эфир мы проведем, наверное, в конце августа. Ну, сториз будут, ответы на вопросы, Оля, будут. Ответы на вопросы я буду вам просто писать. Реклама, следите за моими путешествиями. Да, да, да. Где нацвали и до Морджоу. Рады были вас всех послушать. Сегодня такой у нас эфир, немножко голубым по Европам. Но на самом деле мы тоже находимся в состоянии решения бесконечного большого количества вопросов. Вы ничего не бойтесь. Вот единственное, что я вам главное хочу сказать, вы ничего не бойтесь. И даже если вам рассказывают о том, как трудно в эмиграции, помните о том, что вы откроете для себя новый большой мир. Ничего не бойтесь. Если вы решили остаться, вы тоже ничего не бойтесь, потому что вы сами отвечаете за свою жизнь, вы оцениваете опасности. Да, консультации можно заказать. И все, мы продолжаем. Нет, мы работаем, ребят. Мы просто эфиры. Мы не сможем, я не смогу перебивать в прямом эфире вот так вот. Мы продолжим эфир после 20 августа. Работа идет в обычном режиме. У нас с вами все есть для этих целей, средств. Я вам буду показывать Вену еще немножко здесь подзадержусь. И дальше буду всяко интересно рассказывать, как обычно, и Женя со своей стороны. Вы, главное, оставайтесь смелыми, не погружайтесь в быт, в мелочи, в тряпки. Ставьте лайки нам, наконец-то. Обойдитесь без истерик и читайте внимательно то, что написано. Эфир у нас сегодня длинный, большой. Закрывай. Хорошего дня. Всем до свидания. Закрой, пожалуйста. Нет, я вот здесь закрою, а ты закрой здесь. Он меня ткнул.